Меня зовут Игорь. Меня зовут Ольга. И это наша история. Мы общаемся с вами из Красноярска, столица Сибири. Получилось, где-то 15 лет назад, да, меня позвали по работе переехать. В 2005 году нас позвали по работе переехать в Москву. По своей работе всегда был IT, то есть я начинал как разработчик программного обеспечения. В основе всех твоих партнеров находится в Соединенных Штатах. Даже работая из России и из Европы, ты имеешь как бы два рабочих дня. Один к твоему локальному времени, и следующий начинается там вечером и ночью, когда ты садишься на скайпе телефона, начинаешь вызванивать в Калифорнию, Нью-Йорк и всех партнеров, которые расположены здесь. Переезд в Америку был достаточно нашей долгой мечтой. Мы к нему ушли долгое время. Первый наш опыт в Америке был в 2001 году. Это была некая программа студенческого обмена, когда я впервые попал в Америку. И она с тех пор загорелась мечтой, там, я хочу в эту страну. Меня поразили те возможности, которые она открывала, мне поразил тот образ жизни, который есть. И с тех пор, на протяжении долгого периода времени, мы искали разные варианты, мы наиграли в лотерею 5 лет подряд. И наконец-то в 2014 году, начале 2014 года, мы получили радостную новость о том, что мы выиграли лотерею Green Card. Сын у нас остался в Москве. Получилось на тот момент, когда мы выиграли Green Card, он был больше 18 лет, и поэтому он не попал под действие визы. Мы взяли младшего ребенка, Алену, приехали в штат. Вопрос, куда поедем? Ну, Калифорния. Куда же еще? Центр инновации, все партнеры там, куча компаний там. Мы точно хотим оказаться в этой среде, где все настолько активно живет, развивается. Сколько мы участвуем в этой системе? Мы решили поехать в город Mountain View, который находится прямо в самом центре Кремниевой долины, примерно в 50 милях от Сан-Франциско. В этой области находится большинство крупнейших технологических компаний мира. Такие как Apple, Google, Facebook, Intel, Philips Packard. Мы собрали три чемодана и поехали открывать новые места. Мы думали там, замечательно, мы приезжаем, мы находим работу, мы двигаем проекты и развиваемся. Но, приехав сюда, все оказалось совсем по-другому. Первое время, которое я помню, у меня было какое-то ощущение дезориентации во всем, когда ты не понимаешь, что, как, когда, куда. Нужно начать все сначала, и ты не знаешь, как дальше быть и что дальше делать с этим. Безусловно, мы ехали сюда, мы думали, да, все, супер. Мы пойдем работать в Google, Facebook, в Apple и так далее. Приезжая сюда, ты понимаешь, да, супер, здорово, компаний много, вакансий тоже много, конкурсы огромные, то есть, ну, наверное, среднее количество резюме на одну вакансию, порядка, там, 700-800 человек на место. Безусловно, чтобы там найти конкретную локальную работу, ты должен очень перестроить свое там мировоззрение, пересмотреть, вот, как ты должен презентовать себя. Да, да, если ты не смотришь, я могу отправить вам эти номеры, я их имею в графе, это, как, один пейджер с нашими статами, это обязательно будет помочь с этим. Мы потратили определенное время, там, безусловно, там, искали работу в разных компаниях, там, где-то что-то удачное получалось, но компании не очень нравились, там, по самому профилю, где-то, естественно, безусловно, мы получали отказом, как без этого. Окей, thank you, have a good day, bye-bye. Ты начинаешь с начала. У тебя есть такая возможность как раз пересмотреть, и, может быть, заняться тем, о чем ты всегда мечтал. Я всегда мечтал создать и построить что-то самому. И вот сейчас я развиваю свой собственный проект и строю свою компанию. Мы, когда приехали сюда, сын остался в Москве. Мы пытались понять, ну, поскольку парень уже взрослый, что у него происходит, он где? Он в университете, на работе, дома. Огромная часовая разница, огромное расстояние, нельзя там каждый раз созвониться и понять, что где находится. И так родился самый текущий проект, так родился Geozilla, как он называется сейчас. То есть это такое специальное мобильное приложение, в котором я всегда прекрасно понимаю, где находится мой ребенок, где находится моя супруга, все ли в порядке у них. И я получаю это самое спокойствие. Оказалось, эта проблема волнует не только меня, она волнует миллионы семей на всей планете. У всех у нас есть родители, у всех у нас есть дети, мы зачастую разбросаны. И вот мы начинаем решать такую огромную проблему. Уже два года работаем над одной платформой. Мы собрали команду, очень сильная у нас, 12 человек. Мы работаем 24 на 7 без отпуска, 365 дней в году. Это нормальный образ жизни стартапа, но по-другому он невозможен. Потому что либо ты живешь этой идеей, живешь своим проектом, либо ты просто где-то работаешь от 8 до 5 за какие-то свои деньги. Казалось бы, очень простейшая идея, давай покажем, кто где есть на карте. То есть мы уже, платформа мигрировала в то, что она стала умной. Она теперь сама знает, во сколько мы обычно куда приходим. У нее есть ребенок, ей 7 лет, у нее нет телефона. Я хочу знать, что и где, и как она. И так мы поняли, так супер, нам нужно подключить специальные детские устройства. Опять сейчас мы работаем на подключение специальных детских часов, на которые можно и позвонить, и которые также дают там местоположение ребенка. Например, когда ребенок идет из школы домой, мы можем вдруг увидеть, что вдруг необычно, неожиданно для себя он сменил маршрут. Почему? Да, вдруг он начал двигаться, например, слишком быстро. Он обычно здесь идет, а сейчас он двигается со скоростью машины. Это что-то неправильное. Мы можем, и мы начинаем выявлять потихоньку шаг за шагом какие-то подобные отклонения. И вот новое поколение часов, которые скоро будут на рынке, они позволяют мне видеть еще и некие параметры по здоровью, такие как сердце, количество шагов, пульс за счет технологий. И технологии, которые мы используем в приложении, мы можем обнаружить, например, что человек упал и не движется. Мы можем сами отправить в emergency сообщение семье о том, с точными координатами, где находится человек, с подозрением, что что-то случилось. Мы нашли первые инвестиции. Это было несколько ангелов инвесторов из Европы, Великобритании и США. И на эти деньги развиваем проект. Сейчас уже, наверное, дошли до такого уровня, когда мы начали поднимать следующий инвестиционный раунд здесь, в долине, с американскими инвесторами. Встреча начинается с 7 утра, заканчивается с 12 ночи. Постоянные звонки. Идет активный процесс. Конечно, безусловно, там огромное количество переговоров. У нас есть разные предложения о покупке нашей компании. Мы делаем то, что нам нравится. И этот проект реально помогает миллионам людям. Те отзывы, которые ты получаешь о платформе, те истории, которые люди тебе пишут, о том, как ты им помог найти то детей, то предварительно что-то, то помочь им с родителями, оно, на самом деле, бесценно. Наша идея дать эту платформу открыто и бесплатно для всей семьи. Вот на чем мы работаем, что мы делаем. Здесь, в Штатах, я еще параллельно работаю на добровольных основах Google. Google есть интереснейшая программа. Это специальный акселератор для стартапов, который они привозят. Сейчас уже у нас 15 стран мира сюда в штаб-квартиру Google. И мы в течение двух недель им помогаем здесь очно. И потом еще 6 месяцев мы с ними общаемся удаленно с точки зрения выстраивания их бизнеса, стратегии, продукта и всего. Три раза в год проходят подобные сессии, когда они привозят. Я пропадаю из дома на две недели, потому что это просто как рабочий день с 8 утра до 8 вечера. И это настолько безумнейший интересный обмен опытом, потому что, например, это Индонезия, там Мексика, это Бразилия. Сейчас появляются некоторые европейские страны. И вот экспертиза, которую приносит Google, поскольку все это идет на платформе Google, это, конечно, очень классно. 9 с лишним лет я проработала в Московском финансово-юридическом университете в Москве на должности доцентом на кафедре, вела компьютерную графику. Мне нравилось работать в ВУЗе. Ты всегда видишь прогрессивную молодежь, ты всегда ее чувствуешь. Проблемы с языком никто не отменял. Я думала, что даже акцент не может быть у учителя, который ведет какие-либо дисциплины. Я понимала, что даже если я выучу английский язык, наверняка я по своей специальности работать не смогу. Я разместила свое резюме в конце прошлого года. То есть это у нас уже понятие Great Common Factor, да? А как мы называем тогда тему как-нибудь так и называем? Да, так и же будет Great Common Factor 2 и общий делитель 4. Меня приняли на работу в русскую школу математики. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Сколько лет я преподавала в России и думала, что здесь мне уже не получится вернуться к своей же профессии. Прошло два года, и я опять стала учителем. И у нас есть баланс-скале. Это означает, что эта сторона равна этой стороне. Х плюс 20 равна 48. Преподается все на английском языке, потому что ходят дети разных национальностей в школу. Ее особенность в том, что занятия здесь проходят по русской математической методике. Продолжение следует... Теперь мы можем идти готовить завтрак. Младшую нас зовут Алена. Когда родилась, мы ее назвали Аленушка. Ей 7 лет. Мы приехали сюда, с ней ей было 5. Это достаточно? Да. Давай еще раз. Ну, это не сойдет? Да. Когда она пошла в школу, конечно, у нее были страхи. То есть она стояла где-то вот в стороночке какое-то первое время. Но нам очень повезло с первой учительницей. Старалась ей объяснить, дать задания, показать, ну, вот на каком-то таком, да, визуальном языке. И буквально через две недели Алена начала уже понимать. Здорово! Здорово! Привет! У меня есть парни. Привет, Лина! Привет. Это интересно, это мы увидели только здесь. Дети с каникул просятся в школу. Их настолько там увлекают в процесс, наверное, за счет того, что они не сидят вот так вот, когда им что-то рассказывают. И учат, и учат. Они постоянно меняются периодически даже теми же столами внутри. У них столы построены кругом, то есть они сидят мини-групками. И даже эти группки постоянно перемешивают. У них классы мешают каждый год, чтобы дети учились выстраивать новые контакты. И с каникул они сидят, когда скорее пойти, потому что они общаются. Мне очень нравится их интерактивность, мне нравится их именно практическое обучение на уровне понимания. То есть они дают все предметы так, чтобы дети их смогли понять, почувствовать, понюхать. Не важно, что там, как-то, но вот все законы они дают именно через это. Дай, мигачьи! Пока! Пока! На Инолре знают такие вещи, которые, может быть, в России школьник не знает. Он потому что учит, он учит законы, он учит формулы. Она это понимает. Она знает биологию, она берет цветочек, подписывает все части этого цветочка. И ее спрашивает, куда ты это знаешь. Мы в школе делали проект. ребенка постепенно приучают учиться и постепенно приучают интересоваться вещами а не просто зубрить вот ты должен делать на что у тебя сегодня в школе как дела песни учите хорошо находила пропадали нет мы не пропадали просто мы убегаем везде сейчас когда я сравниваю российское образование и американское образование мне кажется что я склоняюсь в сторону вот этого местного мы попали в танцевальную студию буквально через пару месяцев как мы сюда приехали нам ее посоветовали люди с которыми мы познакомились и стали дружить and one and two three four разнообразные занятия танцевальные классы хип-хоп гимнастика прибалет она с удовольствием посещает каждый из них всегда очень довольна они делают обязательно концерты два раза в год это у нас вот к рождественским праздником и уже выпускной концерт где-то в начале июня в общем она занимается всеми теми делами которые занимаются наверно любая девочка в ее возрасте и все интересно мы приехали сюда мне конечно но во-первых место мой муж любит приговаривать здесь очень много вокруг просто необыкновенно красивых мест и ты вот как-то становишься их частью это конечно большущий мне нравится здешний климат когда я вижу и знаю соседей здешние отношения друг к другу людей здесь чисто аккуратно мне нравится такой формат жизни когда мы выбирали там где нам жить франциска либо долина барина научен гораздо более дружелюбная она более спокойно особенно для ребенка это фэмили здесь и школы гораздо лучше здесь точки зрения там криминала ситуации гораздо лучше ее нету такой она сама чище долина потому что ну большой город есть большой город вот опять же здесь не пробок не трафика ничего приезжая в город ты попадаешь опять такой жужжащий улей поэтому с ребенком хорошо здесь но при этом это очень рядом это долина ты близок да ты близок центру где-то всегда муж выставки мероприятия разные ивенты которые проводятся ты вот рукой подать муж может просто быстренько прыгнуть там уже через час оказаться на каком-то очень важном очень важном мероприятии тоже вся долина на 50 миль от сан-франциско до сан-хоцс больше всего в америке нас удивило и до сих пор шокирует это открытости отношения людей к тебе идешь по улице тебе люди улыбаются с тобой здорово абсолютно не к знакомые с тобой люди когда мы приходим с ребенком в школу а к нам выходят с открытыми объятиями горят в элка то конечно там настроение там сразу у всех там поднимается там это вот это ношение на самом деле очень сильно поражает первое время в шоке а почему на меня посмотрел а почему со мной поздоровался но потом ты привыкаешь к этой системе отношения к людям она ощущается везде здесь на улицах к детям особенно неважно в каких центрах каких учреждениях те очень вежливо извиняются друг перед другом это бросается в глаза после россии до когда мы приехали сюда как оказалось здесь достаточно большое русскоязычное сообщество мы на детских площадках познакомились с другими родителями которые подсказали а смотрите праздник вот есть вот там 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 если медицинам то есть там такие 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 центры люди на самом деле делятся этой информацией позволяет тебе быстрее входить чтобы кто как раз недавно проходил этот же путь они прекрасно понимают что каждый приезжающий с одними и теми же вопросами в принципе видишь даже отношения опять же от тех же банков на тех же школ это приходишь они понимают но у тебя не могут быть все документы калифорния это место где все приехали и у всех что-то не то потому что мы все здесь там начали с нуля уж на самом деле наверно в калифорнии самих-то американцев очень мало как таковых но первое у нас в школе у ребенка у нас учатся дети из пяти двух стран они делали подсчет 25 языков в школе у нас здесь большое количество друзей и вот вот это меня как раз тоже поражает либо люди которые оказались далеко от родных они как-то вот тянутся может быть друг другу и вот может быть это с этим связано может быть это просто самими людьми с их открытостью с их желанием общаться с их настроем до находить вот тоже новых людей на свободное время мы очень любим кататься на велосипедах выбираться в разные интересные места и вокруг парки горы огромное количество невероятных мест вокруг маунтинге мы также очень любим выбираться и гулять в сан-франциско ну что вот вся набережная все мосты когда ты хочешь мимо и тинти парка по имбаркадера стрит ты проходишь мимо пирсов на тот же ломбард стрит по которому проехать это просто вот обязательно нужно даже проехать раз ты потом приходишь туда пешком и ты понимаешь какой там вот такой огромный уклон здание там конечно есть интересные которые мы смотрим как ваши дела ну ты хотя бы на сообщение по отвечаю спасибо огромное за подарки что наталья передала подарки было очень здорово родители моя мама не постоянно приговаривают но я не думала что я буду так далеко от тебя и хочется быть ближе и чаще со мной общаться да уже примеряется мила я уже все говорю но теперь я в домашних костюмчиках спасибо мои хорошие мы общаемся скайп и телефоны мы все равно постоянно созваниваемся это раньше было сложно с этом нам нравится жить здесь потому что на любой может почувствовать себя здесь как дома здесь собраны люди со всех тучек мира здесь растут развиваются начинают все с нуля люди разные люди которые уже чего-то много чего добились люди которые начинают все сначала и все эти люди я бы сказала это очень успешные люди потому что они приняли на себя этот вызов если ты здесь то совсем одинаково то есть ты тут общаешься с людьми неважно там он такой же стартапе либо ты со счетом у которого там миллион долларов состояния все абсолютно равны все спокойно общаясь вот эта вот открытость то есть даже иногда там в других странах и в других городах ты это чувствуешь там опять сюда приехали там сын стартапом грубо говоря бегаете либо просто там понаехали грубо говоря здесь такого нету если ты здесь значит ты что-то делаешь на счет мы все одинаковы все работаем над этим тут все приехали все абсолютно чувствуете себя на одинаковом уровне здесь ценность человеческих отношениях они в том сколько у тебя зарплата какой у тебя дом на чем ты ездишь и за каким забором абсолютно неважно и вот это она нам бесценно вот это вот самая уникальнейшая вещь вот это аместа эта часть нашей жизни называется калифорния начинаем ее отсюда мы идем с ней дальше надо мечтать мечты сбываются мы мечтали попасть сюда мы попали первым развиваемся здесь мечты они постоянно переходятся дальше дальше и дальше мы переехали мы сделали другой шаг мы нашли другой мир мы стали жить теперь с другими людьми и наш круг расширился наш мир расширился я постоянно слышу такие фразы ну что ну как вы там последнюю фразу я слышала тоже от своего другу хорошего а вы не пожалели что говорю ну как же можно жалеть о том что ты живешь и здесь только все началось Субтитры создавал DimaTorzok